МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика». В студии Татьяна Трофимова. Сегодня выпуски. В Чебоксарах появился город чудес. Сегодня состоялось торжественное открытие детского сада. Кадровый вопрос. Михаил Игнатьев назначил нового руководителя администрации главы республики. На дворе зима. А в лесохозяйственном центре Чуваши появилась пожарная техника. Начнем с главного кадрового назначения недели. Сегодня Михаил Игнатьев подписал указ о назначении Юрия Васильева руководителем администрации главы Чувашской республики. Решение принято с учетом честной ответственной работы Юрия Егоровича на предыдущих должностях и всех его заслуг, подчеркнул глава республики. И пожелал ему результативной работы на благо жителей Чувашии. Юрий Егорович Васильев родился в ноябре 1968 года. Выпускник Ленинградского высшего зенитного ракетного командного училища. Затем получил еще два высших образования. В разное время окончил Чувашский государственный педагогический университет и Волговятскую академию государственной службы. Работал учителем в школе, директором. В 2000 году перешел работать в администрацию Чебоксар. С 2005 года по 2010 был заместителем главы администрации Ленинского района столицы. В 2010-2012 годы глава администрации Янтиковского района. В ноябре 2012 года был назначен на должность первого заместителя руководителя администрации главы Чувашии, начальника управления внутренней политики. Второй указ об учреждении единовременного гранта главы республики на разработку в 2015 году. Концепция учебно-методического комплекса по истории Чувашии. Историю родного края должен знать каждый, подчеркнул глава республики. Размер гранта кабинет министров обсудит с общественностью. И только после этого будет принято решение. На еженедельном совещании обсудили и другие актуальные вопросы. Министр транспорта Владимир Филиппов сообщил, что продолжается установка фото, видео, фиксаторов на региональных и муниципальных дорогах. Эта работа будет продолжена и в течение двух последующих лет. Дорожное строительство, считает Михаил Игнатьев, должно стать приоритетным направлением на ближайшее будущее. Ведь Чувашия становится участницей многих значимых событий. Чемпионату мира 2018 однозначно все федеральные трассы А151 и М7 будут соответствовать категории 1Б. И тем самым по всем муниципальным территориям, где данные трассы проходят, это развитие кемпинга, Владимир Александрович, и развитие уже дорог, которые, по крайней мере, пересекаются с этими федеральными трассами. Там жизнь должна восстанавливаться, культура должна быть лучшая, высшая, и облик должен меняться. Порядок должен быть на всех дорогах, вне зависимости от их статуса. С некоторыми дорожными организациями уже пришлось расстаться. Они не справились с уборкой веренных им территорий. Объявлены аукционы по Чебоксарскому району и за Волжью. В бюджете 2015 года на дорожный фонд выделено более 2 миллиардов рублей. Предусмотрен был в расходах возврат бюджетного кредита, который был привлечен на эти стели в размере 182 миллиона рублей. На сегодняшний день перенято решение о реструктуризации бюджетного кредита. Соответственно, мы на следующий год можем 182 миллиона тоже уже использовать на дорожную деятельность. Иммунизация против гриппа в республике завершилась, сообщила министр здравоохранения Алла Самойлова. Прививки сделали больше людей, чем в прошлые годы. Это 347 тысяч человек, то есть около 28% населения. Увеличилось и число тех, кто смог сделать это бесплатно. Беременные, призывники, лица с хроническими заболеваниями. Впервые в республике в этом году прививали от пневмококовой инфекции пожилых людей. Ветеранов Отечественной войны в том числе. Пока не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая гриппа. Среди заболеваемости ОРВИ лидируют города Чебоксара, Новочебоксарск, Канаш. Татьяна Трофимова, Регина Кубайкина, Сергей Рябчиков, Республика. Сегодня день памяти журналиста, педагога, участника Великой Отечественной войны Ивана Маркелова. Но многие запомнили его как одного из самых молодых и самых интересных государственных деятелей Чувашской республики. С конца 50-х, практически до начала 70-х годов прошлого века, Иван Маркелов был министром культуры. Именно в этот период изобразительное и исполнительское искусство Чувашии переживал необыкновенный подъем. Конечно, в первую очередь потому, что, закончив восстанавливать страну после войны, правительство стало инвестировать в культуру. Но не последнюю роль сыграл в этом и Иван Маркелов. Именно он спас здание театра от перепланировки, когда во исполнении Хрущевского указа чуть было не убрали с фасада все колонны. Благодаря министру культуры памятник Ленину в Чебоксарах не лишен человечности, но зато лишен пафоса. Наконец, именно Маркелов принимал активное участие в создании балетной труппы Чувашского музыкального театра. Человек с большим вкусом и эрудицией, он дружил с писателями, поэтами, художниками, артистами и пользовался у них авторитетом. До сих пор Ивана Маркелова тепло вспоминают и творческие деятели, и коллеги, и многочисленные студенты. Из Министерства культуры он ушел преподавать философию в сельскохозяйственный институт и читал там лекции до последнего дня своей жизни. В Москве подводят итоги международной выставки «Электрические сети». В 17-й раз в одном из павильонов ВДНХ собрались представители ведущих предприятий отрасли, в том числе из Чувашии. Производители электротехники сейчас начинают работать по новым правилам, опираясь на собственные ресурсы и ориентируясь на внутренний рынок. Как это может отразиться на развитии отрасли, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Несмотря на негативные прогнозы и потерю зарубежных заказов, производители электротехники в будущее осмотрят с оптимизмом. Через 4 года, отмечают эксперты, доля импортных поставок в нашу страну должна сократиться в разы. Спрос на отечественные разработки повысится. Уже очевидно, что предприятиям необходимо нарастить объемы производства электронных устройств. На выставке в Москве, по традиции, презентуют инновации. Если мы говорим об импортозамещении, это не значит, что мы отгораживаемся от Запада или от Итока. Мы тянем к себе партнеров, стараемся перенять лучшее, что есть у них, и технологии. Каждый год на международную выставку съезжаются более 400 компаний из разных регионов и стран. Чувашские производители не теряются на их фоне. В этот раз в Москву приехали представители 20 крупных заводов региона. Все они представляют единый инновационный кластер. Сегодня доля оборудования республиканских предприятий на рынке релейной защиты и автоматики превышает 40%. Сегодня мы уже строим центр сертификации товаров, которые производят наши производители. Все новые идеи, новые проекты, они в работе. Я еще раз убедился, что наши производители Чувашской республики в производстве электротехнической промышленности, микропроцессорных изделий, релейной защиты достойно представлены не только на рынке Российской Федерации, достойно представлены на рынке мира. Крупными заказами предприятия отрасли обеспечены на годы вперед. В стране прокладывают газопровод от Якутии до Владивостока. В этом масштабном проекте принимают участие и чувашские производители. Из республики в Восточную Сибирь поставляют трансформаторы, которые выдерживают даже экстремально низкие температуры. Это высокая степень пожарной безопасности, это экологическая чистота. Вот мы получили одобрение морского регистра и теперь уже поставляем трансформаторы для нужд судов. Подобные государственные заказы стимулируют производителей. Но чтобы попасть на местные рынки, некоторым заводам приходится преодолевать барьеры. К примеру, устройства для хранения данных, которые создали в Алатаре, еще год назад рекомендовали приобрести управляющим компаниям Чебоксара. Но городские власти не проявили интереса к данному проекту. На одну из планеров по понедельник пригласить надо те предприятия и организации, которые на сегодняшний день, имея право качественные продукции поставлять, органы власти создают какие-то препятствия. А в ближайшие годы на смену типовым подстанциям придут цифровые. Первые образцы уже создали в Чебоксарах. Оборудование удачно прошло. Все тесты. Мы готовы внедрять. Будет первый хороший проект. Готовы показать и внедрить, и наладить. Должен заказчик быть готов к цифровой подстанции. Он сам еще не совсем готов. Но спрос на подобные разработки повысится, отмечают эксперты. В отрасли электротехники наметились глобальные перемены. Конкуренцию выдержат только те, кто выпускает надежные устройства и делают ставку на инновации. Митрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Из Москвы. Накануне празднования 20-летия Муфтията Республики глава Чувашии встретился с председателем Духовного управления мусульман города Москвы и Центрального региона, председателем Духовного управления мусульман Чувашской Республики. Встреча Михаила Игнатьева и Альбира Кырганова состоялась в резиденции московского Муфтията. Стабильная общественно-политическая обстановка в республике, работа многих и многих органов власти, общественных организаций. В Чувашии еще никогда не возникало серьезных конфликтов на религиозной почве. Михаил Игнатьев подчеркнул, что в регионе в мире и согласии проживают представители восьми этнических групп. Начальник департамента управления, президент России по внутренней политике Евгений Еремин, который тоже был приглашен на встречу, отметил, что атмосфера, созданная в регионе, является свидетельством истинной дружбы народов. В Москве Михаил Игнатьев встретился и с президентом Российской Академии наук Владимиром Фортовым. Представители Академии уже давно наладили дружественные связи с крупными предприятиями республики. Теперь вран их планируют укрепить. В Академии намерены проводить лекции для чебоксарских студентов и стимулировать инновационные разработки. Михаил Игнатьев и Владимир Фортов подписали соглашение о сотрудничестве. Глава Чувашия пригласил ученых в республику посмотреть, как научные разработки внедряются на предприятиях. Город чудес распахнул свои двери для юных горожан и их родителей. Сегодня состоялось торжественное открытие детского сада. В последнее время дошкольные учреждения открываются с завидной регулярностью. Времена, когда здания садиков отдавались под квартиры и офисы, к счастью, остались в прошлом. Детский садик номер 202 на улице Крылова, пожалуй, один из самых долгожданных садиков в городе. Около 300 маленьких чебоксарцев уже получили путевки в это современное дошкольное учреждение. Это здорово, что наши дети будут идти в современные детские сады, где есть и бассейн, и спортивный зал, и зал для хореографии, сенсорная комната, ну и галокамера. Это здорово. Современный медицинский кабинет, и современные спальные комнаты, игровые площадки. Потребность населения в дошкольных учреждениях постоянно растет. Пример тому число будущих воспитанников, желающих прийти в детсады. Сейчас в Чебоксарах детские сады посещают более 30 тысяч детей, а это 127 дошкольных учреждений. Тысячи наших дорогих детей, тысячи наших мам и пап, тысячи семей, конечно, получат свое счастье, как новогодний подарок, ибо проблема очередей детские сады была у нас значимой. Президент России Владимир Владимирович Путин поставил перед нами задачу строить детские сады. Мы хотим, чтобы здесь всегда царили мир и дружба. И поэтому мы с вами сегодня выпускаем в небо голубей в надежде на это. Ведь именно голод является символом мира и добра. Музыкальный и физкультурный зал, интерактивный класс, сенсорная комната. Все это и многое другое есть в новом детском саду. Кстати, 202-й садик – одно из немногих детских учреждений, в котором есть своя соляная шахта. Совсем как в оздоровительных санаториях. Они становятся очень популярны в последнее время, потому что в таком воздухе, в соляной комнате, не содержится ни аллергенов, ни микробов. И поэтому они очень полезны для иммунитета, для дыхания, для желудочно-кишечного тракта. Практически противопоказаний для соляной комнаты нет. Родители новым детсадом вполне довольны. Мы сегодня первый день посетили этот сад. Вообще в восторге, очень красочно все, здорово, никаких претензий вообще. И вот это оформление, и группы прошлись тут немножечко по этажам, нам очень все понравилось. Бассейн тут есть, в саду. Для маленьких таких, как ты, будешь ходить в бассейн. Где же бассейн? Потом покажут его тебе обязательно. Хочу научиться пывать руки, руки, ноги, ноги, ноги. Поэтому вообще спорт приветствуем. Мило идет, мило. Прививают, надо прививать его с младенчества, с детства. Все верно. Относимся к этому только положительно. Город чудес – пятый по счету детсад, открытый в этом году. А до конца 2014-го распахнуть свои двери должны еще 10 детских садов. Юлия Важенина, Евгений Анисимов, Республика. Готовься они летом, а телегу зимой. В Чувашии началась подготовка к пожароопасному сезону. Четыре единицы специализированной пожарной техники получил лесохозяйственный центр Республики. На торжественной церемонии вручения ключей побывали наши коллеги. Ключи от двух лесохозяйственных колесных тракторов МЦЗ-82 вручаются начальнику Батринского участка лесохозяйственного центра Тихонову Анатолию Ивановичу. Специализированная техника приобретена за счет субсидий, выделенных из федерального и республиканского бюджетов и предназначена для Батринского, Шумерлинского и Чебоксарского участков лесохозяйственного центра. С помощью специализированных тракторов будут создаваться защитные противопожарные полосы. У нас такой техники не было раньше, но сейчас со дня образования лесцентра вручают нам новые трактора, которые очень нужны нам в лесном хозяйстве. Очень хорошая техника. Мы только рады. Спасибо всем. Лесопожарная служба создана в Чувашии всего 4 года назад. За столь короткий срок удалось ввести к минимуму количество лесных пожаров и ущерб от них. Мы создали службу и каждый год стараемся оснащать ее, потому что одно дело люди, но без техники, без оборудования свою работу проводить, конечно, нельзя. Сегодня в распоряжении подразделений лесохозяйственного центра находятся 104 единицы пожарной техники. Количество качественного оборудования будет расти, заверил министр природных ресурсов и экологии Чувашской республики. В 2016-2017 годах на защите бюджетных проектировок предусмотрено уже выделение Чувашской республики около 8 миллионов рублей. Тем самым мы полностью 100% оснастим до конца 2017 года лесопожарной современной техникой. Дарина Игнатьева, Елизавета Зайцева, Сергей Рябчиков, Республика. Более 20 лет в России и 10 лет в Чувашии. В Чебоксарах открылось новое отделение Росбанка. На торжественное открытие офиса прибыл руководитель Приволжского филиала Росбанка. Но одно из старейших предприятий Чувашии, Чебоксарский хлебзавод номер один, отметил 80-летие. Подробнее об этих событиях смотрите далее. А я с вами прощаюсь. До завтра. Открытие усовершенствованного офиса – часть новой стратегии, которую банк разработал в этом году, взяв курс на укрепление позиций во всех направлениях развития бизнеса. Удобный и доступный для клиентов Росбанк в то же время является внимательным и надежным финансовым партнером для многих организаций. Ежегодно повышается уровень клиентского сервиса во всех регионах, включая Чувашию. Мы к этому шли достаточно долго, почти целый год. Как вы знаете, Росбанк уже очень давно работает и известен в Чувашии, в Чебоксарах. У нас здесь наработано много клиентов, партнеров. Я думаю, что сегодняшнее событие, открытие нового офиса, позволит нам наработать, привлечь и найти еще больше клиентов, новых клиентов. Росбанк уделяет особое внимание клиентам и партнерам, взаимодействие с которыми проверено временем. Татьяна Юрьевна, мы очень рады, что мы с вами сотрудничаем, надеемся на дальнейшую взаимовыгодную работу с вами. Примите, пожалуйста, от нас свой большой семенер. Спасибо огромное. Мы, как юридическое лицо, очень давно работаем с данным банком в сфере потечного кредитования. И банк, партнер, зарекомендовал себя очень надежно. Более того, здесь достаточно квалифицированные сотрудники, что немало важно. Мы постарались предусмотреть все, чтобы новый офис был удобным для наших клиентов, физических и юридических лиц, подчеркнул директор операционного офиса Чувашский приворского филиала Росбанка Александр Леонтьев. В современных клиентских залах, оформленных в корпоративном стиле группы ССИТ «Женераль», частью которой является Росбанк, профессиональные менеджеры уже сегодня помогут оперативно решить все финансовые вопросы. Дарина Игнатьева, Росиль Мухаммедов, Республика. Сотрудники, собравшиеся на 80-летие родного завода, конечно, не могут помнить, как все начиналось в далеком 1934 году. Но каждый из них хорошо знает историю предприятия. И как ютились в здании Покровской церкви, и как в годы Великой Отечественной пришлось наращивать объемы. Ведь за счет эвакуированных и приехавших Чебоксара на работу, население столицы Чуваши увеличилось вдвое. Знают, как нелегко пришлось в перестроечные годы. Но выстояли, причем не просто удержались на плаву, а сумели поднять производство на более высокий уровень. Сегодня хлебозавод номер один – современное предприятие, выпускающее высококачественную продукцию. Достигается это за счет использования передовых технологий. У нас модернизация печей, технологическое оборудование, горелок, то есть внедрение энергосберегающего оборудования, ну и других технологий рациональных, о которых я не буду, в принципе, даваться рассказывать, но которые приносят достаточно хороший экономический эффект. Благодаря экономии и внедрению энергоэффективных технологий на предприятие, качество продукции становится выше, а себестоимость уменьшается. Лучшим подтверждением может послужить открытая, как раз к 80-летию хлебозавода номер один, новая технологическая линия по производству баранок и сушек. Эта линия, кстати, единственная в Приложском федеральном округе, имеет законченный цикл производства. Тесто-разделочное оборудование, система охлаждения транспортеров, упаковки, специально для этой линии построили новое здание со всеми вспомогательными помещениями. Управление сложной программой доверили высококвалифицированным рабочим. Технологии новые, а традиции старые. При изготовлении любой продукции, будь то баранки, черный хлеб, булочки или торты, используются только натуральные ингредиенты. Никаких химических добавок, разрыхлителей здесь не признают. Это хорошо знают покупатели. Спрос на продукцию хлебозавода номер один всегда высокий. По сравнению с прошлым годом, выработка увеличилась на 700 тонн. Секрет успеха прост. Коллектив и руководство завода – одна команда, которая хорошо знает свою цель и уверенно к ней идет. Редактор субтитров А.Семкин